Прямо сейчас у нас в гостях нашей редакции Виталий Таганов, заслуженный артист Республики Крым, России, Украины, артист Государственного Академического Музыкального Театра. Доброе утро! Доброе утро! Виталий, слышите ли вы нас? А мы вас, кажется, пока не очень слышим. Виталий! Мы наверняка вас... Сейчас попробуем, подождите. Сейчас попробуем услышать, но что-то пока не получается. Знаете, Виталий, пока не слышите вы нас, мы вас видим, надеюсь, вы нас тоже. Я хочу вас поздравить. Я знаю, что у вас сегодня юбилей, 50 лет, наверное, одного из самых лучших артистов музыкального театра. Мы желаем вам много лета. Мы желаем вам творческих успехов. И радовать и зрителей, и нас всех вашим искусством, вашим талантом. Виталий, попытайтесь что-нибудь еще сказать. Давайте попробуем еще раз. Слышно ли? Давайте попытка номер 5. Пытается. Давайте попробуем еще раз, господа режиссеры, попробуем еще раз подключиться, потому что этого человека нам обязательно нужно услышать в прямом эфире, потому что, во-первых, он юбиляр, во-вторых, потому что один из лучших музыкантов, которых я знаю. У него, кстати, потрясающая биография, по-настоящему достойная какого-то такого рассказа. Хорошо. Хорошо. А часто ты был на концертах? Ну, я регулярно посещаю концерты музыкального театра. Это все-таки главный музыкальный объект нашей республики. А ты знаешь, какой? Ну, это действительно очень интересный проект, который, кстати, хочу заметить, был создан при поддержке Министерства культуры Республики Крым для тех, кто дома. И мы связываемся с нашими гостями, которые поднимают нам настроение. Я предлагаю еще раз попробовать. Музыкальное утро еще раз. Виталий, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Виталий Таганов с нами вновь. А так интереснее, Виталий. Здравствуйте. О, Виталий, ну как... Праздничное. Праздничное. Как началось ваше утро нового дня? Ну, прекрасно. Я собрал возле дома тюльпаны. Там себя поздравил с днем рождения. Третий день я не выхожу в Индову. И со своим другом, вот, сальником. Ой, 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 кадр. Вот он. Ух ты, красавец такой. Сегодня я отметил день рождения. А у него тоже маска на груди или что это? Это костюмчик праздничный. А, ну да. Мы в цвете, мы в цвете с ним. Виталий, скажите, а тюльпаны, они, надеюсь, не дальше 100 метров от дома росли? Нет, они во дворе. Слава богу, не имея 100 рублей, имеются друзей. Я сам живу на два города, но когда я переехал в Симферополь работать в мульттеатре, мне друзья дали трескэтажный дом. Прекрасно. Со двором. И у меня цветут тюльпаны, магнолии. Я поэтому решил карантин провозить рядом со своим дорогим мульттеатром. И вот в таком бульвере. Виталий, а скажите, пожалуйста, а будете исполнять композицию вместе со своим домашним питомцем? Или с тюльпанами? Если бы была сцена и побольше пространства было бы видно, то, конечно же, мы бы с ним и не то показали, потому что мы ребята, умеющие все. Многостаночники. Да. Ну, Виталий, чем будете сегодня удивлять и как поднимать настроение нашим зрителям? Вы знаете, у меня в репертуаре есть одна песенка, которую я исполнил на проекте Константина Невадзе. Десять лет назад, в прямом эфире, три месяца я был, «Украина. Слеза не верит». Тогда еще был проект на новом канале. Я был суперфиналистом. И эта песня, которую я исполнял со своей доченькой, позволила мне пройти в суперфинал. И вы сейчас ее услышите и споете вместе со мной. Она очень актуальна. Можно, да? Конечно, нужно повторить этот опыт. Давайте. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ